Хей-йо, всем привет, вы на канале Федя и Сильчак, и это ролик по новой игре. Как вы все знаете, я уже очень давно играю с Фрэнком вместе, в Фростборн, там, Браул Старс, Клэш Рояк. И вот он мне порекомендовал новую игру, сказанную в бета-тесте сейчас, как вы видите, ранний доступ написано. Его даже написано, вам доступна бета-версия приложения. Игра называется The Last Stand Call of Fire. Это игра, можно сказать, PvP, в котором можно играть в соло или в дуо. Получается, либо ты в одиночку будешь играть, либо вместе со своим другом вдвоем. Также в этой игре присутствуют всякие там чертежи, запчасти, которые собираешь по ходу игры. Покупаешь там в магазине чертежи и во время игры делаешь оружие себе. Либо улучшаешь его, либо там сам делаешь. В общем, давайте посмотрим, что это за игра. Я уже поиграл в нее слегка. И мне она понравилась. Также, как и в любой другой игре, здесь есть игровая валюта, которую можно покупать за деньги, но здесь есть еще и шанс выбить ее именно в игре. Вот смотрите, видите, доллары есть и золото. Доллары это как, можно сказать, деньги вот в игре, а золото это как валюта. Так, смотрим. У нас есть арсенал, и это мой выбор оружия. Как вы видите, вот это вот идут чертежи. Пистолеты есть, пистолеты-пулеметы, автоматы, дробовики, винтовки и сами пулеметы. Вот это вот разная редкость у них есть. Зеленая, синяя, фиолетовая. Ребята, тут еще, как вы можете заметить, написано, ищите в сундуках, и 30 уровень игрока. Это получается, вы когда поднимаете уровень, вот здесь вот, еще можно это назвать званием, так как, посмотрите, у меня уровень сейчас 15, и это звание лейтенанта. Мне доступны стали пулеметы. Вот я вам сейчас показал, мне было написано, ищите их в ящиках. Потом будет капитан звания, это с 20 уровня, и после этого я уже смогу попробовать выбить вот это вот, две винтовки и одну ппшку. Не, автомат даже. Что ж, ребят, здесь еще, как и во всех играх, есть система сундуков, которые на данный момент как-то слабо проработаны, как у меня. Ну, это игра еще в бета-тесте, понятно, но здесь их очень легко добывать, а вот открываются они долго. Вот посмотрите, здесь получается 4 жетона, это вы выбиваете один ящик. Открывается он 2 часа. Также можно за рекламу вот ускорить на 30 минут, либо открыть сейчас за золото. Но об этом чуть позже. Внешность, смотрите, можно поменять себе внешность персонажа, сделать любое лицо. Оно открывается вам либо по ходу игры, получается, когда вы поднимаете уровень, либо вы можете покупать за золото, так же. Тоже касается и костюмов разных. Это куртка идет, это штаны с ботинками. А это сам костюм. Вот это здесь сразу весь набор идет. Так же рюкзак есть. И граффити. Это граффити появляется после того, как вы убиваете любого из игроков. Прямо на земле рисуется. Что ж, не будем тянуть, давайте посмотрим. Смотрите, есть боевая арена вдвоем и соло, как я вам и говорил. Это игра, можно сказать, пабк, но в котором присутствуют зомби, и здесь не 100 человек, а 32 всего. Но это только в соло и вдвоем. В боевую арене, как вы можете прочитать, вход 5 золота, то есть вы траете 5 золота. Если заняли первое место, остались в живых, вы единственный. Получайте 10 золота, и за каждое убийство ваше плюс 2. Без именитового уровня. То есть, если вы, допустим, только начали игру и решили сразу же отойти, допустим, на первого уровня, то вам может даже попасться в 40-й уровень, у которого там чертежи самые крутые. Здесь присутствует 2-4 игрока, получается. А вы и еще один игрок, это минимум 2 игрока, считайте. 4 максимум. Так же время поиска здесь, разумеется, дольше. Ладно, давайте сыграем пока в обычную. При загрузке вам показывается приблизительное время ожидания, так же подсказки. У меня на данный момент показываются карты, которые есть в игре. Это Нордпойнт и Сибирский курорт. Так же, если вы не захотели играть, то можете в любой момент отменить, но так только у вас игра загрузилась, это уже нельзя сделать. Посмотрите, у вас есть 30 секунд, чтобы выбрать место, куда вы хотите прыгнуть. В принципе, это удобно, и поэтому давайте прыгнем в... О, не знаю, руины особняка где-то тут. Готово. Да, ребята, могу понять, может кто-то не слышал про эту игру, может ему неинтересно будет. Но некоторым все-таки интересно бывает послушать про новые игры, так как старые уже надоедают. Как мы видим, я нашел уже броню. Здесь я вижу дробовик, пружину и волк. У нас всего 2 слота под оружие. Один слот слева под мины, и один под аптечки. Так, надо поменять оружие. Вот, теперь у меня пулемет и дробовик. Так же еще слот для гранат. Патроны здесь универсальные получаются. Вы подняли, допустим, ящик патрон, и они вам прибавляются ко всему оружию. Как делать улучшенное оружие? Его, во-первых, можно найти, я об этом уже говорю. А так же, его делать можно. Заходишь в вентарь, видите, болт это синий, гаечка такая, а пружинка это желтенькая. Собирая определенное количество, вы можете создать себе какое-то оружие. На данный момент я хочу себе насобирать на ВСС. Но мне не хватает, поэтому надо ходить, искать болты. Вот, можете посмотреть, это часть игры Пабра, так как зона тоже существует здесь. И со временем. Кстати, тут есть пусты, и вот мы уже видим нашу первую цель. И идем его убивать. Опа, сзади, сзади, сзади еще один. Надо аккуратнее будет. Собираем все по-быстрому. Что-то он не стреляет, это странно. А, у него дробовик, все понятно. Значит, он проиграл. Итак, ребята, уже минус два. Так, да, у него тут ничего такого интересного не было. Вот. Я говорил вам, что граффити появляется после вашего убийства. Вот смотрите, я одного чела убил, граффити появилось. Второго убил, граффити тоже появилось. Частично это прикольно, частично это палено. Так, тут чела убили, и вот этот убийца. Гляньте, у него ТП нет вообще, но зато у него броня была. Значит, я сейчас себе восстановлю броню. Так же у него винтовка была. Как раз у меня на пулемете патроны закончились. Можно винтовку взять. Как видите, радиус намного дальше у винтовки. У дробовика вот такой вот мизерный радиус, но по площади бьет. Так же, ребят, есть три типа стрельбы. Вы зажимаете и стреляете. Вы можете просто нажать выстрел. Это будет обыкновенный урон. А если вы задержите вот так вот и будете стрелять направленным, то у вас плюс два в крону будет. Так же вы это можете увидеть в подсказках. Так, тут мы находим еще два трупа. Так, у нас тут ПП-шка синяя. Возьмем граната. Ребята, гранаты собираем. Как видите, у меня их уже пять штук. Урон от них невероятно большой, поэтому советую их собирать. Так как можно закидать так даже одного... Ага, как видите, зомби уже есть. С него выпал болт и КП. Так, берем еще гранату. Да, тут сирена еще прикольная такая. Ребят, у меня сейчас шесть гранат. Осталось шесть человек. Я один из них. Вот еще зомби. Можно считать, удар ножом, как видите, 250 урона носят. И он уходит на перезарядку. Да, можно так убить, в принципе, кого-то. Но это надо очень близко подходить. И то вы можете промазать, если он как-то будет крутиться. Так, ну в этом доме я был уже. Ага, я, получается, возвращаюсь, я понял. Так, ну я не хочу возвращаться, я хочу побегать еще. Так, того у нас пять человек. Осталось три из них я убил. И тридцать двух. Так, четыре осталось. Ага, я понял. Тут где-то. Не вижу. Ой-ой-ой. Получай, я не буду направлять сейчас, так как у меня нет смысла, мне будет больнее. Так, я попал. Ой-ой-ой. У него винтовка. Мы остались как раз один на один. Да, ребята, я проиграл, у меня второе место. Займ-то. Сейчас можете посмотреть, какие награды я получаю. Баксы, пропуск. Ну, как вы уже поняли, в этой игре есть боевой пропуск, как и во всех уже давным-давно добавили. И ящики, гляньте, плюс четыре. Там как раз и надо было четыре штуки получить. Даже говорю, тут очень легко набивать эти ящики. Также еще можно посмотреть, кто меня убил. Это Джеймс. И с какого оружия, и сколько у него осталось брони и хитпоинтов. Дальше. Нажимаем выход. Это еще бонусные награды. Естественно, можно еще получить там дополнительный бонус, типа посмотреть рекламу. Ну. Так, у нас шестнадцатый уровень мы подняли. Получить. Так, получить ящик. Тридцать девять баксов, три клока, дробовик, М-ка и два пулемета синих. И одна высадь. Ребята, вот как раз это чертежи. Все, что я получил здесь, кроме баксов, разумеется. Заходим в арсенал и смотрим. Насчет пулемета. Вот смотрите, у меня два из шести не созданы. Первый раз, когда вы собираете максимальное количество, вы только можете создать оружие. К примеру, я могу взять ту же синюю ППшку. Вот, у меня хватает, не создано. Но у меня хватает. У меня тринадцать чертежей из шести. Чтоб создать, мне надо пятьсот баксов. Зеленый, допустим, здесь сто пятьсот баксов надо. Если оружие создано, как у меня в СС, то, чтобы его прокачать, вы, опять же, собираете, но уже большее количество чертежей. И большую сумму денег надо. Семьсот пятьдесят. А я создал за пятьсот. Так же, ребята, допустим, у меня есть вот такой вот прикольный автомат. Здесь есть убрать или сравнить. Нажимаем сравнить. И сравнить с ВСС. Вы можете сравнивать с закат оружия. Хоть разные классы будут, хоть разная редкость будет. Хоть одного класса, одна и та же редкость, но вы можете все сравнить оружие. Урон в секунду. Вы видите, у ВСС больше. Сам урон за попадание. У ВСС больше, намного. Скорострельность. Ну, разумеется, у автомата она больше будет, но дистанция тоже в ВСС больше, так как это винтовка. Угол попадания. Что это такое? Ребят, это можно считать разброс. Допустим, я могу еще сейчас взять вам дробовик к сравнению. Так. Или пулемет даже. Хм. Допустим, зеленый пулемет возьмем в сравнение. Вот смотрите, угол разброса. У винтовки, ВСС, 8,4 градуса. У пулемета 36,3. Ну, вы понимаете. Если вблизи подойти, то промахи будут меньше, ну, с пулеметом. И урона, по идее, должно быть кое-как да больше. Но, если издалека, то это не промахи пойдут. Нажимаем на кресик, мы убираем предмет и смотрим дальше. Точность. Это, если вы заметили, пока я сейчас играл, там есть как две линии. Одна центральная, зеленая, когда прицеливаюсь, а вторая можно считать дальше. От этого, как треугольника или что такое. И если противник находится в центре этой зоны, то точность будет 91%. Это получается шанс на промах почти что минимальный. Также в игре присутствует шанс квита, но, как вы видите, у моего автомата 1%, максимальная шанс квита. Да, я вроде бы смотрел, это у этого оружия, да, вот вы видите, 6% шанс критического урона. Но у этой винтовки им надо 50 уровень. Также можно взять оружие, похожее на АВП, тоже 6% шанс квита. И цена крафта. Посмотрите, 5 болтов и 5 пружин у автомата, 5 болтов и 4 пружины у ВСС. Еще можно сравнить оружие, смотря на их звезды снизу. У автомата, как вы видите, 5 звезд, у ВСС 8. С этого уже понятно, что ВСС будет намного круче. Поэтому, ребята, давайте сейчас протестируем. Да, протестируем боевую арену, так как мы в соло уже сыграли. Вы увидели даже зомбарей. Учитывая, что там карта огромная, а в боевой арене не 32 человека, а до 4 человек бывает, от 2 до 4, то эта арена очень маленькая. И здесь противники будут, можно сказать, каждый момент встречаться. Если не сразу, конечно. Также, как вы могли заметить, когда я выбрал место посадки, вы видели красные значки. Это, куда приземляются мои противники. В боевой арене специально такого нету, так как здесь ты платишь за вход, чтобы противники не знали, где ты сядешь. Вот, смотрите, один из двух. Это получается, и нас двое будет. И я выбираю, где сесть. Я в это вот здание хочу приземлиться. Теперь ждем старта. Итак, нас два игрока. Тот, кто выиграет, получит 12 золота, по идее. Тот, кто проиграет, потеряет 5. Итак, ребята, я уже нашел фиолетовый автомат. И я нашел уже фиолетовый пистолет, надо его поднять. Так, я не хочу тратить патроны, поэтому я режу всех зомбарей ножом. Берем вместо серой фиолетовый пистолет. Как видите, с трех патронов я вырубил уже зомбаря. Я нашел еще патроны. Так, поднимаем. Желательно мне сделать винторез. Так как дальность, посмотрите, вот дальность вообще офигенная. Вот насчет этих треугольников, центрального и боковых. Вот я и говорил, в центре точность будет выше. Вот это вот, там 91% как раз таки. Так же эта винтовка убивает зомбарей с первого выстрела. Всех, кроме гигантов. Вот гиганта нашли, как раз таки его будет убивать не с первого выстрела. И они, кстати, больно бьются. Так, патроны. Ага, ну как вы видите, противник мой умер сам по себе от зоны, и поэтому я получаю 10 золота. Да, мне сейчас повезло, но я хочу честную победу. Поэтому давайте еще раз пойдем. Боевая арена. Итак, сколько же нас будет на этот раз? На этот раз нас трое. Это сибирская карта, зимняя. И я привык здесь прыгать либо на вот это здание, которое я пометил сейчас, либо на дальнее. Но изменить уже невозможно, поэтому я прыгаю на это здание. Не понял. Не понял, ребята. В смысле? Это... Я, конечно, знаю, что игра не доработает, но как я под картой оказался, это уже вопрос. Точнее, не под картой, а за картой прям. Ребята, как мне вернуться? Я не понял. Зона вообще будет идти, типа? И вышибу ли я? Как это называется, э? А ну, а если я дальше зайду? Ой, вы посмотрите, куда я иду только. Ой, 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 ой. Больно, 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 больно. Зона бьёт. Я понял, откуда зона идёт. И поэтому мне сейчас будет плохо. Ну похоже, ребят, что из-за недоработки игры У меня сейчас просто отнимется 5 золота Потому что я не знаю, как не вернуться на локацию Там даже пистолет виден, там болт виден Ну как такое возможно? Ладно, ребят, как раз покажу вам еще насчет гранаты Почему надо, когда вы бросаете гранату Либо вас бросают гранату, надо делать кувырок Если вас бросит гранату, это, разумеется, кувырок вас спасется Так как вы уйдете от урона А если вы кинете гранату от себя То вам тоже надо будет делать кувырок Смотрите, она наносит урон Ну блин, нас было трое, уже двое осталось 100% он меня не найдет Правда я умру раньше, чем он начнет меня искать Из-за этого-то и надо делать кувырок Если нечаянно бросаете под себя гранату Так, я проиграл И у меня даже забагалось Как вы видите, у меня от этого моста Остались перила в менюшке выхода Да, у меня даже бонусная награда не видно Из-за того, что игра забагалась Не скажу, что игра неинтересная, но Недоработки есть, из-за того, что это бета-версия Я все понимаю Не порекомендовали игру Я сыграл, понравилось Теперь рекомендую вам А играть в нее или нет, решайте сами Но мы на этом прощаемся И поэтому увидимся в следующем ролике Не скачайте